Первое условие нового указа для представителей малого бизнеса, который вступит в силу с 1 июля, иметь в наличии на все реализуемые товары, в том числе ввозимые из стран Таможенного Союза, документы, подтверждающие их поступление. Под ними подразумеваются первичные учетные документы, предусмотренные законодательством государства, родиной приобретенных товаров. Также в перечень обязательных бумаг входят товарные чеки, квитанции или другие документы, подтверждающие оплату, а также счета фактуры, если их оформление предусмотрено законодательством государства, участника Таможенного союза. Для индивидуальных предпринимателей, плательщиков единого налога до 1 марта 2015 года установлен переходный период, в течение которого им предоставлено право реализовать остатки товаров, везенных на территорию Республики Беларусь с территории стран Таможенного союза до 1 июля 2014 года без документов, подтверждающих их приобретения поступления. В этих целях индивидуальные предприниматели по состоянию на 1 июля 2014 года составляют опись остатков таких товаров по каждому торговому и складскому объекту, которую в срок не позднее 30 июля 2014 года регистрируют в налоговом органе. В дальнейшем зарегистрированные описи хранятся на торговых объектах до полной реализации остатков товаров. Та продукция, которая имеет статус остаточной, подлежит обязательной описи. Она составляется по каждому торговому объекту, в котором осуществляет свою деятельность индивидуальный предприниматель. Данный документ составляется в произвольной форме в двух экземплярах. В них должны быть указаны основные характеристики владельца торгового объекта и товара. Цена остатков товаров по каждому виду и их общая стоимость указывается в белорусских рублях. При этом представитель малого бизнеса при расчетах должен учитывать установленный Национальным банком курс белорусского рубля по отношению к иностранной валюте, за которую были приобретены товары, действовавшего на дату их покупки. Индивидуальные предприниматели, которые будут иметь документы на все реализуемые товары, в соответствии с указом будут вправе перейти на упрощенную систему налогообложения либо с 1 июля, либо с 1 октября 2014 года. Для этого индивидуальные предприниматели, соответственно, не позднее 31 июля или 31 октября 2014 года, представляют в налоговый орган по месту постановки на учет уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения по форме, установленной Министерством по налогам и спорам. Также, согласно новому указу, индивидуальные предприниматели получили право нанимать работников независимо от родственных связей. Этой возможности они были лишены с 2008 года. Новый документ разрешает представителям малого бизнеса нанимать трех рабочих не из числа родственников.